видео урок рисуем гуашью цветущий пейзаж для работы нам потребуется гуашь кисти бумага палитра тряпочка вода для начала возьмем палитру большую кисть и смешаем белый цвет синим этим светло-голубым цветом закрываем верх листа это небо дальше в цвет добавляем больше синего и вверх неба затемняем делая небо к горизонту светлее дальше берем белый цвет смешиваем с чуточкой красного и чуточкой охры большими мазками отмечаем по центру неба большое облако дальше в этот цвет добавляем больше белил и немножко желтого цвета высветляем центр облака дальше уже открытым белым цветом самый центр облака высветляем в этот цвет бело-желтый добавляем немножко фиолетового и отмечаем самый дальний холм на линии горизонта дальше добавим немножко синего цвета и на дальнем холме отметим теневые участки добавим цвет больше фиолетового немножко синего и отметим следующий холм который уже ближе к нам добавляем цвет больше белил и добавляем светлые участки на нашем холме дальше в этот цвет добавляем больше зеленого немножко синего цвета и также чуть-чуть охры отмечаем следующие холмы они уже ближе к нам добавляем в цвет больше белил и охры отмечаем светлые участки дальше в цвет добавляем больше синего фиолетового и зеленого цвета тычком по линии холма добавляем деревья также этим цветом отметим теневые участки на холмах так же этим цветом местами покажем светлые участки на холмах дальше возьмем на кисть охру и тычком высветлим верхушки деревьев Также этим цветом местами покажем световые участки на холмах. Дальше смешиваем охру с зеленым и отмечаем холм на первом плане. Также в холм я немножко добавила охры, чтобы сделать его светлее. Теперь смешиваем зеленый с фиолетовым и отмечаем линию кустов. Берем на кончик кисточки охру и высветляем верхушки кустов. Добавляем цвет больше фиолетового и затемняем низ кустов. Также этим темно-зеленым цветом отметим с правой стороны два дерева. Теперь возьмем тонкую кисть, коричневый цвет смешаем в фиолетовый и добавим деревьям стволы и ветки. Теперь смешаем зеленый цвет с небольшим количеством желтого. Делаем это средней кисточкой. Теперь начинаем тычками одевать деревья в зеленую листу. Берем на кончик кисточки желтый цвет и добавляем световые участки в листу. То же самое делаем с соседним деревом. Вернемся к темно-зеленому цвету. Отметим тень от деревьев. Также добавим тень от кустов. Желтым цветом местами высветлим верхушки кустов. Тонкой кистью смешаем коричневый с охрой. И поставим светлые блики на веточки и свалы деревьев. Теперь средней кистью смешаем белый цвет с красным. Темно-розовым цветом отметим крону цветущего дерева на первом плане. Дальше тонкой кистью темно-коричневым цветом добавим ствол и ветки. Тонкой кистью смешаем белый цвет. Дальше тонкой кистью смешаем белый цвет. Светло-коричневым цветом добавим светлые участки на ствол и ветки. Дальше добавим в розовый цвет больше белил и тычками продолжим прорабатывать крону цветущего дерева. Открытым белым цветом добавим светлые участки. Вернемся к темно-зеленому цвету и добавим тень от дерева. В темно-коричневый цвет добавляем чуточку черного и затемняем местами ствол у дерева. Смешаем зеленый с синим и тонкой кистью начнем добавлять травинки на первом плане. Мазочек делаем снизу вверх, либо сверху вниз. Смотрите, как вам будет удобно. Теперь добавляем в цвет больше желтого и продолжаем добавлять травинки. Дальше добавляем цвет больше белого и светлым цветом еще добавим травин. Теперь в розовый цвет добавим больше красного и немножко фиолетового. Этим цветом, мазочками, начнем добавлять цветочки на первый план. Полностью вырисовывать каждый цветочек не нужно, а мазочками делаем намек на цветочки. Дальше добавляем цвет больше красного и продолжаем добавлять травинки. Добавляем цвет больше белого и еще немного цветов. Дальше средним розовым цветом продолжим добавлять цветы. Дальше в цвет добавляю больше фиолетового и еще немного цветов. Добавляем цвет больше белого и светлые участки на цветах. Дальше открытым зеленым цветом и тонкой кистью добавим еще немножко травинок. Здесь, смотрите, травинки должны местами закрывать цветочки, чтобы смотрелось более естественно. Дальше открытым белым цветом, точечками, добавим заключительные цветочки. И на этом все, рисунок готов! Большое спасибо за внимание! С вами была Дерри Арт. Помните, рисовать может каждый! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова